добрый вечер дорогие братья и сестры мы сегодня продолжаем наш курс который мы начали в прошлый раз про в прошлый вторник и сегодня тема лекции будет образ рая образ деревья в песнопениях и образ адама в песнопениях первая первую часть лекции проведу я и я расскажу про образ рая песнопениях как песнопениях упоминается рай и какие усматриваются смыслы и деревья рая ну два известных дерева дерево жизни дерево познания добра и зла как вот эти образы рецептируются упоминаются в нашей церковной гимнографии и так сначала поговорим про упоминание и интерпретацию рая в песнопениях и так здесь я бы выделил три темы три аспекта они обозначены в качестве тезисов то есть в первую очередь конечно буквальный смысл рай понимается как исторический сад исторический рай который описывается в второй третий главах книги бытия тот самый сад который господь насадил в эдеме для адама и евы и из которого они были удалены после грехопадения то есть по сути об этом рай и говорится вторая глава это создание рая и третья глава третья глава потеря рая потом во вторая тема это уже более такое расширенное понимание рая рай в новом завете как обитель праведников в церковной традиции мы сейчас понимаем рай как место куда уходят души праведника после их кончины ну и наконец 3 3 3 идея здесь уже аллегорическое понимание рая в песнопениях рай рассматривается как некий прообраз или образ богородицы и как переносное именно именование святых и так значит приступим первым делом простые упоминания рая они тоже нам интересны но здесь я решил выбрать обратить внимание ваше на два типа простых именований рая во первых это ну вот значит в первых это вот рай часто упоминается как место откуда были изгнаны прародители адам и ева причем даже почему-то вот как гораздо чаще в песнопениях где говорится про его вот в частности перед вами тропарь канона службы равнопостольной марии магдалины и и здесь такая такая идея которая не только в этой службе она еще и в других службах встречается в основном в службах святым женщинам то есть здесь говорится буквально в тропаре прабаба сию словесы прельстившего и изгнавшего из рая древле зряще ногами попираемо чистых жен раф мужеских стяжавших с вечно радуется то есть идея такая что его радуется от того что ее дочери победили попрали того кто стал виновником потери ей рая на самом деле есть еще и другие примеры где эта же идея отражается вот в частности на службе новолетия первого сентября там есть канон святым мученицам и вот там тоже есть эта идея радость евы по поводу того что ее дочери попрали змея попрали дьявола вот еще одна интересная идея то есть здесь даже вот в этих первых двух примерах у нас получается что даже не рай просто упоминается попутно даже больше как-то объектом является его нежели ну и адам и его нежели сам рай то есть рай просто упоминается как место откуда их выгнали а так то о нем ничего такого подробного не говорится но вот такое такая тоже интересная идея встречается в службах супругом но я в качестве примера взял службу 26 августа даты по старому стилю это святых мощников адриана на ночной талии и вот здесь сказано что как мы видим в стихире адама супругница из рая изгна советом и змеиным наталья же адриана в рай при мудром виде священными беседами учения наказующие ну и так далее то есть здесь мы видим такое противопоставление значит поступка святой женщины и евы то есть если из-за евы адам лишился рая то вот в случае а где мы прославляем святых супругов как раз если роль женщины была решающей в том что ее муж уверовал то здесь как раз подчеркивается позитивная роль женщины дальше вот дальше уже все остальные примеры тут уже про рай говорится более подробно но вот службе недели сарапустной мы знаем что тема недели сарапустной это изгнание адама из рая и конечно службе недели сарапустной очень много примеров а где говорится про рай мы вот в частности мы здесь видим вот стихира на господи на господи возвах славник и вот здесь но она довольно длинная я ее не стал полностью приводить я так скажем большую часть привел вот ну и здесь видите здесь что интересно здесь есть такое такая 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 тема как персонификация рая или его одушевление то есть рая рассматривается как а некий такой одушевленный предмет который может молиться за человека вот ну понятно что это поэтический образ понятно что сад деревья не могут молиться но тем не менее вот и вот здесь сказано что когда адам был изгнан из рая потом он сел нам напротив него и стал плакать увы мне что посту что пострадах окаянный аз едино заповедь приступив владычню и благих всяческих лишився и дальше обращение раю святейший меня ради насажденный быв и евы ради затворенный молить и беса творшего имени создавшего я когда твоих цветов исполнюся ну видите а здесь и принципе идея понятна но все равно отмечаем что адам к раю обращается как к равному себе человеку даже как более близкому к богу лицу который может за него помолиться и просит чтобы тот то есть показывает на свое на свою общность то есть как рай был создан богом так и адам был тоже создан богом и поэтому просит рая помолиться за адама чтобы тот опять мог насладиться плодами рая но вот эта же идея только более подробно другом песнопение недели сыропустной третья стихи ра на господи во звах здесь вообще в этом песнопение очень много эпитетов рая то есть раю все честны краснейшая доброта богозданное селение веселье некончаемое и наслаждение слава праведных пророков красоту и святых жилища и вот дальше такая интересная а идея интересное выражение шумом листве твоих садетеля всех моли врата отверстиями я же преступлением затворих и сподобитесь а древо животного приятия и радости и я же прежде в тебе насладился то есть здесь мы видим ну как кроме того что множество различных именований рая множество похвальных выражений так еще и такая интересная идея что рай может молиться шумом листьев то есть но мы знаем что когда какой-то ветерок листья колышутся на ветре и вот этот шум ну можно воспринимать как некую молитву и вот видимо здесь вот песнописец представил что адам вот этот шум листьев воспринимает как молитву но за себя и ну за людей в целом и просит чтобы рай молился за него вот таким способом чтобы он смог в рай вернуться далее еще одно упоминание рая но здесь уже мы постепенно переходим к ко второму аспекту а именно рай как обитель праведников то есть если буквальном смысле рай этого то место откуда откуда был изнан адам и с которым потом не совсем понятно что произошло то есть действительно есть разные точки зрения по одной даже точке зрения есть такая мысль что рай просто сам постепенно как бы испортился то есть он исчез погиб из-за греха человека то есть грех человека поразил всю землю и постепенно рай тоже как бы таким вот образом погиб вот есть версия что рай был просто как-то восхищены скрыт то есть не перенесен в какое-то невидимое нам духовное измерение некий такой параллельный мир и вот только уже потом для праведников после смерти и воскресения христа рай был открыт вот вот получается что да мы не мы действительно не знаем что все таки с первым раим случилось а библия нам тоже об этом не говорит просто говорит что был закрыт доступа в рай а что потом самим раем произошло непонятно ну а тем не менее в церковной традиции есть идея что христос открывает доступ в рай и туда первый входит благоразумный разбойник и вот в частности первое стихи ра на господи возвах праздника рождества христова она конечно очень интересное по своему смыслу вот в частности здесь упоминается рай и уже в новом смысле как место куда господь открывает доступ человеку куда мин место как обитель праведников в эпоху христианской церкви но вот здесь видите говорится что средостение градежа разрушился пламенное оружие плещи дает и херувим отступает от древа жизни и аз райские пищи причащайся то есть здесь говорится что после того как после бога воплощения после того как христос родился воплотился этим преодолевается вот та самая преграда стена которая отделяла рай от человека вот ну и вот это как раз средостение градежа разрушиться то есть получается это как бы стена которая была посредине стена посредине между деревом жизни человеком она эта стена и ограждение она разрушается а ну а дальше говорится про тех охранников рая который упоминается в бытие 3 глава 24 стих это огненный меч обращающийся и херувим вот и говорится что и огненный огненный меч так со стыдом отступает потому что плещи дает ну как бы поворачивать спину поворачивать спину и уходит образно говоря и херувим тоже отходит и человек после этого райские пищи причащается вот вот это дальше ну конечно в во многих стихирах есть упоминание рая как место жизни жизни праведников вот в частности служба святителя василия великого 1 января стихира на стиховне здесь говорится что и ныне божественного рая нетленные проходя пажите поминай и нас предстоя троицы единосущней то есть здесь ну таких конечно примеров очень много здесь просто может быть такой может быть один из одной из наиболее явных упоминаний то есть говорится что святитель василий сейчас ныне находится в раю он как бы ходит по этому нетленному пастбищу рая то есть там где растут вот эти вечные райские растения по этой территории и предстоит троица единосущный ну и конечно таких примеров очень и очень много вот ну и наконец третий аспект упоминания рая это аллегорическое упоминание ну или тут можно сказать это или аллегория или может быть в каком-то смысле типология то есть рай рассматривается во первых как прообраз богородицы во вторых как прообраз некоторых святых людей ну вот посмотрим на прообраз богородицы вот значит на рай сравнивается с пресвятой богородицы вот у нас службе 11 февраля священномученика власия есть такой богородичен в каноне вот вот на него я внимание обратил тут говорится так яку рай посреди церкви насажден явися росше древо жизни припетая от него же оба вкусивши по знахам христа бога нашего ну а здесь во первых говорится что как рай породил дерево жизни так богородица родила христа то есть здесь получается что богородица называется раем потому что в раю выросло дерево жизни а богородица родила духовное дерево жизни господа иисуса христа вот так же говорится о том что мы вкусе вкусе вкушаем от дерева жизни и познаем христа бога нашего но здесь действительно как мы его познаем наверное все таки подразумевается евхаристия потому что мы вкушаем иисуса христа только в этом таинстве в таинстве причащения ну и еще можно обратить внимание на употребление слова посреди ну конечно действительно в песнопениях часто употребляется это слово видимо здесь на употребление этого слова повлияло два аспекта во первых то что в библии в книге бытия говорится что дерево жизни было посреди рая то есть раз дерево жизни было посреди рая то и богородица она родила христа посреди церкви вот ну то есть посреди в данном случае не нужно это искать как-то слишком буквально да конечно есть такая идея что вот иерусалим или голгофа это некое место в центре земли ну понятно что с этим можно так если с точки зрения географии можно поспорить но тем не менее в песнопениях очень часто эта идея просматривается то есть ну еще повлияло повлиял стих псалтире в котором говорится спасение соделал еси посреди земли божия то есть вот это то что господь совершил спасение в центре земли посреди земли ну действительно иудеи воспринимали иерусалим как некий центр всей земли вот и эта идея она так или иначе перекочевала в песнопениях вот но вот здесь скорее всего все таки посреди это ссылка на бытие вот поэтому и говорится что как дерево жизни было в центре рая так и богородица рождает христа посреди церкви ну наверное здесь как я уже сказал середину надо понимать не в таком каком-то слишком буквальном геометрическом смысле а как некое самое главное место так же кроме богородицы есть тема когда святые люди тоже ассоциируются с раем вот ну в каком смысле скорее ну тут мы мы сейчас увидим это происходит по их воздействию на нас то есть как вот дерево жизни благотворно действовала на дам укрепляя его душевные силы давая ему необходимые необходимую так скажем энергию для длительной земной жизни для деятельности так и поступки святых людей их благодать их влияние оказывают аналогичные действия на нас ну вот в частности вот служба святителя савы сербского и точно такая жизнь это точно такой же тропарь есть службе святителя ионы новгородского действительно бывает так что песнописцы для некоторых святых используют одни и те же песнопения бывает так что просто меняется имя святого а песнопение то же самое поэтому неудивительно что один и тот же тропарь в службах двух двух разных святителей причем вполне может быть если поискать еще от ищутся службы святым где тоже используется данный тропарь важно что здесь видите исправление веры и образ скротости я кожи сад посреди рая преподобными делы твоими мир просвещайше то есть святой человек праведник он своими делами своим своей праведностью просвещает мир так как это также как вот дерево жизни благотворно влияло на первых людей ну и есть еще похожая идея в частности в службе девятого сентября святителя феодосия черниговского здесь говорится имя твое святителю феодосии яку мира излиянная я коже благоухание рая божия по лицу все я земли российские обносится то есть но здесь получается такая идея что даже само имя даже так скажем само само мысль о этом святом уже как бы для нас восприняли нас имеет такое же воздействие как и благоухание рая так на нас первую часть лекции я завершил теперь перехожу ко второй части деревья рая вот ну то есть деревья рая в песнопениях здесь я бы отметил два аспекта первый аспект тоже буквальный второй аспект прообразовательный аллегорический буквальный аспект это дерево жизни воспринимается как желанная для человека пища а дерево познания как виновник преступления ну а уже второй аспект это в службах креста христова дерево жизни сравнивается с крестом то есть дерево жизни воспринимается как прямой прообраз креста тогда как дерево познания воспринимается как некий его антипод по воздействию на человека ну вот давайте посмотрим ну вот пример который я уже приводил в прошлой лекции но мне бы хотелось еще раз его повторить может быть так подробно я уже не говорить не буду но все-таки здесь он действительно уместен потому что это второй тропарь седьмой песни канона праздника воздвижения креста господня и здесь говорится про дерево про деревья рая ну вот в частности про дерево и и про дерево познания и про дерево жизни то есть это песнопения хорошо тем что здесь сразу оба дерево упоминается вот здесь говорится что разруши повеление божие прислушание и древо принесе смерть человеком ежи неблаговременно причастна бывшая во утверждение же зело чеснагу оттуда жизни древо возбраняем обе ежи разбойнику злоумер шу отверзи благоразумно зовусь вот здесь что мы видим во первых сказано что виновником преступления первых людей было древо познания причем люди были виновны в том что вкусили от этого дерева прежде времени эта интересная идея которая как я говорил прошлый раз есть у святителя григория богослова и ее же воспринимает косма бы преподобный косма майомский в этом вот каноне праздника воздвижения то есть говорится о том что люди вкусили от дерева познания прежде времени несвоевременно то есть это запрещение было временным и через некоторое время господь разрешил бы есть плоды от дерева познания но люди так скажем поторопили события и поэтому были лишены рая ну и дальше говорится что это лишение рая было необходимо для того чтобы закрыть и как бы сохранить дерево жизни то есть для того чтобы человек будучи грешным не имел доступа к дереву жизни ну для того чтобы плоды этого дерева не тратились как бы без необходимости не тратились во вред и вот дальше давайте рассмотрим такое очень интересное песнопение я даже сам был очень приятно удивлен когда его обнаружил готовясь вот к этой лекции вот в частности свети значит светилин светилин службы 20 ноября 20 ноября это у нас предправство видения и там еще память преподобного григория значит дикополита и вот здесь видим вот какая ну давайте я прежде прочитаю у меня здесь только часть светильна процитирована я его полностью цитировать не стал красным цветом выделил основные идеи святыни храм был еси и иерарше по божественному же причастию ныне бог бываешь и и рая гражданин в нем же на питоваешься невозбранной древо познания и нетленные славы то есть свете здесь город такая интересная идея во первых аллюзия на слова змея вот змей конечно лживо обещал прародителям что вы будете как боги зная добро и зло здесь же говорится что в принципе для праведников вот это и произошло то есть теперь праведник но в частности преподобный григорий живет в раю он имеет доступ дерево познания и постоянно питается его плодами то есть видите мы же только что сказали если прародители вкусили плодов преждевременно для святых людей в раю доступ к дереву жизни разрешен они имеют возможность постоянно питаться от этого до дерева жизни вот и даже они действительно к вот в их опыте в их в преображении их природы осуществилось то что лживо обещал змей то что не могло осуществиться в жизни а именно он даже стал бог бог с маленькой буквы бог по причастию он действительно приобщился благодати божией и стал ну действительно вот эта же тема может быть даже в чем-то пояснение вот то что не досказано в этом песнопение есть в следующем песнопение вот в частности служба преподобного нила сорского 7 мая первая песни канона тропарь из этой песни и вот здесь в частности сказано что единую приступив заповедь первозданный из рая изгнан бысть ты же преподобни заповеди владычных соблюдением наследник сего показался и си древо животного наслаждаясь априсно и в веселье чистого сердца твоего зря господа божественного света его причащающийся и так здесь говорится о том что ну вот во первых здесь может быть дополняется та идея которая не была отражена в предыдущем потому что там было сказано что преподобный причащается бога ну вот как а вот мы все-таки знаем что после смерти участие в евхаристии невозможно ну вот здесь поясняется что он причащается света господне то есть в раю сияет свет нетварных энергий божих свет благодати и праведник там причащается этого спи света то есть воспринимает его вот ну и также видите сказано что он питается дерево жизни то есть в предыдущем песнопение было сказано что праведник питается дерево познания ну а здесь от дерева жизни то есть получается что по церковному учению по тому богословию которая отражается в песнопениях получается что уже праведники церкви которые унаследовали рай которые за свои заслуги были поселены христом в раю они получают возможность есть плоды как дерево жизни так и плоды дерево познания ну понятно что это на и то и другое нужно понимать в переносном смысле потому что если адам ел скорее всего эти плоды в буквальном смысле то здесь уже праведники они как таковые в материальной печи не нуждаются поэтому их вот это питание от дерева жизни дерево познания в нынешнем раю но тут тоже надо понимать как некое причастие благодати божией то есть они общаются с богом и получают от него как жизнь так и знание ну и наконец уже в завершении аллегорические аллегорические аспекты но вот в частности в я уже сказал что в аллегорическом толковании оба дерева воспринимается в связи с крестом господним вот в стихире на праздник воздвижения вторая стихира на литеи у меня здесь только лишь кусочек приведен я не стал полностью цитировать здесь сказано в частности насажденное в крайне и вместе древо сущего живота в нем же садила спасение привечный царь посреди земли возносима днись ну в общем понятно что речь идет о кресте господним вот опять эта тема что крест посреди земли я уже сказал и потому что палестина воспринималась как некий центр земли и потому что стих псалма спасение соделал если посреди земли божия вот ну и здесь крест назван древом живота то есть дерево жизни ну и следующее а дальше стихира на слава и ныне на праздник воздвижения на господи возвах и здесь мы видим уже противопоставление дерева креста и дерево познания то есть если с деревом жизни крест сравнивается как аналог то здесь дерево познания он противопоставляется и по действию на человека ну и потому что крест как бы исправляет тот вред который причинила дерево познания ну вот в частности здесь я подчеркнул два выражения на которые стоит внимание обратить ну вот в частности первое выражение про отца буадама прельстивый древом крестом прищается то есть понятно речь идет о дьяволе о враге который обманул деревом про отца адама и теперь он обманывается крестом как он обманывается крестом это конечно известная тема но я тем не менее коротко расскажу то есть в святоотеческом богословии есть такая идея как некий обман дьявола то есть дьявол его ему же не было открытых и не дима не могут быть открыты в полной мере тайны домостроительства божия он скорее всего воспринимал христа просто как праведника человека вот то есть он не мог знать что христос это сын божий что бога человек и он хотел христа погубить ну потому что праведник всегда враждует против то есть дьявол всегда враждует против править как вот сказано что значит между будет вечная борьба вот бытие 3 глава 15 стих так называемая первое евангелие и там говорится что вражда будет между тобой и между женою между семенем твоим и семенем ее она будет жалить тебя в голову она будет поражать тебя в голову ты же будешь жалить его в питу то есть здесь воспринимается как некая такая вечная борьба зла и добра или добра и зла и говорится что зло будет постоянно противодействовать добру то есть дьявол так скажем постоянно старался погубить всех праведников и в том числе он хотел погубить иисуса христа но в итоге христос его обманул потому что смерть христа оказалась обернулась победой над дьяволом и получается что я был как бы себе же так скажем во вред погубил христа на кресте потому что получается что христос во первых сошел в ад врата ада сокрушил ну и потом воскрес победил дьявола вот ну и второе выражение в этой же стихи ри древом по богу подобавши древо исцелите и страстью бесстрастного я же на древе разрешите страсти осужденного а то есть здесь сказано что ту рану которая была нанесена деревом познания следовало исправить исцелить деревом деревом креста господня то есть получается еще одно противопоставление дерево креста и дерево познания добра и зла вот на этом я тогда сегодня завершу вот свое выступление так что благодарю вас братья и сестры вот ну да следующих встреч добрый вечер дорогие братья и сестры я кирилл савельев магистрант второго курса средственской духовной академии и тема моего выступления адам церковной гимнографии вообще как вы знаете наш курс посвящен личностям веткого завета может быть будущем он расширится и будут рассмотрены и другие личности но пока мы идем начинают книги бытия и рассматриваем лица ветхого завета это как и какими они представлены в песнопениях и богослужебных текстах и вот первая наша личность это адам адам появляется первым из человеческих лиц в священном писании как мы знаем в книге бытия повествуется о сотворении первого человека и как раз таки первым человеком которого создает господь становится адам потом уже возникает второй человек ева созданная из ребра адама и так адам церковной гимнография конечно с адамом в богословие православном связано очень и очень многое и поэтому подойти к рассмотрению темы можно по-разному можно например обратиться к различным книгам богослужебным и посмотреть все места каких присутствует фигурирует имя адама получится огромный огромный список который мы просто не сможем быстро и сразу охватить я предлагаю пойти другим путем я в своей презентации выделил выделил как мне кажется основные значения и темы с которыми связано имя адама в богослужебных текстах у меня получилось 5 таких значений 5 таких тем первое это адам как праотец всех людей каждый из нас с вами имеет своим прародителем праотцом адама своей пра матерью его и поэтому мы в текстах богослужебных регулярно будем эту мысль встречать что все мы произошли от адама и от его которых сотворил бог вторая обширная тема в которой часто мы тоже встречаем адама это тема грехопадения у грехопадения первых людей в раю мы также узнаем из книги бытия и и эта трагедия произошедшая там и затронувшая всех людей постоянно с разных сторон из исторической из богословской рассматривается в разных богослужебных текстах третья тема адам как обозначение всего человечества поскольку адам пал и ева пала то по наследству каждому из нас перешло что мы рождаемся с природой которая повреждена грехом на первородный грех вот то повреждение которое получаем мы от своего рождения мы можем вспомнить как даже царь и псалмопевец давид вспоминал что во грехах он был зачат вот такими зачатами в грехах рождаемся все мы и поскольку вот это мы получаем а это наследство восходит к адаму то адам часто это такое именование как бы всего человечества в лице адама вот в тех или иных богословских контекстах кстати говоря связанных не только с грехопадением и вот спадшей природы которая к нам перешла ну и например с темой искупления на господь в лице адама искупил все человечество исцелил природу людей и вот как раз здесь уже возникает четвертая тема которую я выделил это адам как прообраз христа то есть здесь мы уже в различных текстах будем видеть как те или иные детали и события связанные с адамом являются некими прообразами тех деталей тех событий которые будут связаны с пришествием христа на землю с его боговоплощением и с тем делом искупления которое он совершит и пятая тема она конечно тоже вытекает из 4 но я ее выделил как отдельную она чем примечательно она примечательна тем что мы будем встречать имя адама в песнопениях но иметься в виду под этим именем будет не адам а господь иисус христос вот тоже как очень и очень интересно но далее я предлагаю обратиться уже конкретным текстом конечно мы слишком много текстов не сможем успеть рассмотреть поэтому я подобрал конкретные примеры вот исходя из множественности адамов и так адам как правотец всех людей в тропаре первой песни канона утрення недели святых правотец мы видим такие слова слова адама первого почтим рукою почтенного зиждителя и всех нас праца уже бывшего и в скиниях небесных со всеми избранными почивающе вот здесь мы уже видим что по отношению к адаму мы должны иметь такое некое почтение добрую память как о том без кого не было бы и нас с вами это вот такая первая мысль здесь содержащаяся что это честь для адама и в его лице для каждого человека быть созданным богом действительно господь создал человека как высшее творение с особой совершенно целью как учат святые отцы господь хотел чтобы люди могли пребывая в любви испытывать радость от общения с богом и от общения и любви боги между собой вот для такой высокой цели господь всех нас создал и эта высокая цель обусловила и такой дар данный людям как свобода потому что без свободы невозможна любовь далее мы здесь видим еще одну мысль что адам со избранными почивает отсюда следует что адам покаялся уже по изгнание из рая в том падении которое ранее с ним произошло и через искупительную смерть господа иисуса христа и адам тоже был искуплен и спасен и мы можем видеть таким образом сколь важно покаяние для каждого человека можно этому у адама научиться и второй текст это богородичен четвертой песня канона неделю четвертую по пасхе у расслаблено создавай адама твоего праотца чистая зиждется от тебе и смертное жилище разори своею смертью днесь и озарився божественными блистаниями воскресенья создавший адама твоего праотца чистая созидается от тебя и все день он смертью своей упразднил через того пришедшую смерть и всех озарил божественными блистаниями воскресенья здесь мы тоже видим что адам называется праотцем а вообще обращение в песнопение пресвятой богородица которая стала матерью спасителя мира господа иисуса христа и вот создатель адама рождается от другого человека который от адама произошел от пресвятой богородицы созидается от нее вот такая тоже удивительная по своему мысль здесь содержится сам бог родился от потомка адама вот пресвятой богородицы идем далее и следующая тема адам его грехопадение я выбрал в качестве двух тоже примеров тропарь первой песни канона преподобного андрея критского ну и второй пример я тоже решил именно из этого текста взять потому что он хорошо всем нам известен мы регулярно слышим его в первый в первые дни великого поста когда читается этот канон и вот интересно посмотреть какие мысли здесь содержатся как преподобный андрей проводит параллели между адамом и его грехопадением и между людьми ныне живущими достойно из эдема изгнан бысть як и не сохранив единую твою спаси заповедь адам аж же что по сразу по стражду отметая всегда животное твоя словеса очень интересная здесь мысль выражена о том что адам был изгнан из эдема достойно в чем достоинство в том что адам как бы нарушил только единую то есть одну заповедь она у него конечно всего была одна и в этом смысле он наверное и не мог нарушить больше но здесь интересна мотивация по которой вот так написал преподобный андрей как кажется он написал это для того чтобы особенно сильно смирить себя потому что он ведь у себе о своих переживаниях и чувствах здесь пишет и сравнивая себя с адамом он обнаруживает что если адам только одну заповедь нарушил то мы люди регулярно нарушаем множество заповедей божиих которые нам даны в священном писании в слове божием и тем самым насколько же мы хуже и ниже адама и вот такая очень смиренная мысль очень полезное обращение к истории грехопадения адама предлагает преподобный андрей ну и второй текст тоже из этого канона первозданного адама преступлению поревновав познав себе обнажена от бога и пресносущного царствия и сладости грех ради моих но здесь говорится что мы когда совершаем грехи и тем более совершаем часто даже с ревностью не борясь с этими грехами изо всех сил а стремясь к тому чтобы получить удовольствие через грех греховное удовольствие мы тем самым подражаем вот адаму в тот момент когда он послушал свою жену еву и поддался на возникшие искушения а почему он поддался он в этот момент возлюбил свою жену еву более чем бога вот такое него было искушение и мы когда что-либо нашей жизни предпочитаем богу мы вот совершаем тот же в своей духовной сущности грех который совершил адам а если мы стремимся к тому чтобы бога ставить на первое место своей жизни то тогда она начинает продвигаться в том направлении какое у нее должно быть свое время блаженный августин прекрасно об этом сказал что если бог жизни человека на первом месте то все остальное будет на своих соответственно вот когда на первое место встает что-то другое случае адама это любовь к жене то происходит грех и вот эту природу греха если понимать то будет несколько проще каждому с ним бороться следующая тема адам как обозначение человечества ну здесь в первую очередь конечно адам фигурирует в таком смысле когда речь идет о том что господь спас весь человеческий род придя на землю и отдав себя на крестные страдания обратимся к тропарю шестой песни канона пасхи спаси мой живое же и нежертвенное закаление яко бог сам себе волю привет отцу со воскресил если всеродного адама воскрес от гроба ну вот как раз мы видим здесь именно эту мысль со воскресил если всеродного адама то есть речь идет о том что господь и вывел из ада тех людей которые угождали ему своей жизни но доступ к раю для которых царствию небесному для которых был закрыт это праведники ветхого завета и вот среди них был выведен из рая и адам но конечно же не только он ну и возможность воскресения которое произойдет с каждым человеком воскресение во плоти тоже открылась вот для людей и когда это воскресение произойдет радость людей угодивших своей жизни богу умножится потому что не только душой как сейчас но и телом они будут пребывать с богом будут пребывать с богом в том своем природном составе в каком изначально человек был создан и еще один текст икос кандака пасхи не буду наверное читать полностью а вот то место где упоминается адам плоть воскресившего падшего адама лежащую во гробе то есть снова речь идет о том что господь своими страданиями своей смертью воскрес не только сам но и воскресил тем самым и адама который в свое время пал и конечно и множество множество других людей ну собственно говоря всех людей другое дело что для пребывания с богом необходимо еще и свободное произволение человека свободное желание человека с богом быть переходим к четвертой теме адам как прообраз христа и вот здесь мы сталкиваемся с таким прообразовательным уже толкованием священного писания которое не отменяет собой конечно буквального исторического значения тех событий которые описываются священном писания но которые помогают нам и другое измерение тоже в этих событиях найти которые находят святые отцы и вот в этом прообразовательном толкование у многих отцов мы находим такую мысль что адам первозданной это прообраз мессии то есть христа и надо сказать что эта мысль есть не только у святых отцов она вообще восходит к апостолу павлу апостола павла в пятой главе послания к римлянам 18 и 21 стихи мы читаем посему как преступлением одного всем человеком осуждения так правду одного всем человеком оправдания к жизни ну и далее в 21 стихе а когда умножился грех стала преизобиловать благодать дабы как грех царствовал к смерти так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной иисусом христом господом нашим то есть здесь явно проводится сравнение адама и господа иисуса христа и если преступление адама на все человечество на всех потомков адама навлекло осуждение отлучение от бога то правду одного человека господа иисуса христа восстановилась и возвратилась для людей возможность общения с богом ну эта мысль это сравнение конечно и у святых отцов есть много они об этом писали ну для примера давайте я приведу слова священномученика иринея лионского который писал как сам первозданный адам получил состав свой из земли невозделанный еще девственный и был создан рукою божию то есть словом божиим так и сам он слова восстановляя в себе адама справедливо получил рождение для восстановления адама от марии которая была еще деву теперь обратимся к уже конкретным примером из богослужения и вот первый пример который я привел это три песнец на по вечере песня восьмая тропарь четвертый неделю вай праотец в куш от древа як опознайся наг и посрамлен листвия смоковные взем припоясася соборище бо обнаженная христа преображашеся мы здесь видим что когда был совершен грех то первые люди адам и ева ощутили что они наги ранее они этого не ощущали потому что у них была живая связь с богом и как святые отцы нам объясняют они как бы были одеты в славу божию а вот лишившись этой славы божией благодати божией они ощутили что они наги и вот эта нагота адама в раю это по изъяснению святых отцов прообраз наготы христа христос как мы знаем без одежды зашел на крест и потому без одежда что первый человек нагим обитал в раю и вот именно таким же и второй человек господь вошел в рай ну чтобы мне не от себя говорить тоже прочитаю одно высказывание святитель амбросий медиаланский христос без одежды восходит на крест именно потому что как первый человек наг обитал в раю так и второй человек вошел в рай и еще здесь интересная тоже содержится мысль если смотреться в приведенные слова проводится сравнение того листвия смоковного в которое ну из которого как бы была сделана одежда первым людям с соборищем обнаженным христа под соборищем имеется в виду синагога иудейская и вот если мы обратимся к синоксарю на утренне страстной понедельник то мы прочитаем очень интересную вещь мы узнаем что вот одно из толкований до которая существует смоковница это синагога иудейская и мы помним как господь в евангелие мы об этом читаем евангелие от матфея в 21 главе как господь увидел при дороге смоковницу и когда он ничего на ней не нашел то он сказал да не будет преть от тебя плода вовек и вот как адам был одет в одежду сделанную из смоковных листьев так точно смоковница то есть синагога иудейская спаситель не нашел на ней какого плода плода настоящего плода такого какого он ожидал а что он нашел он нашел что иудеи сохраняли закон но они сохраняли закон сделав из него идола и вот в этого идола они были одеты не видя то что находится за ним и в этом не было правды иудеи не увидели во христе спасителя и господь отнял у них и даже формальное исполнение закона потому что не признав христа они выпали из вот того пространство в котором господь пребывает где возможно связь человека с богом и вот когда люди не исполняют добрых дел то они уподобляются вот той самой смоковница ну и второй пример и же в шестый день же и час на кресте пригвождей в рай дерзновенный адамов грех и согрешение наших рукописания раздери христе боже и спаси нас это тропарь шестого часа период великого поста и вот здесь мы видим тоже сравнение сравнение времени в которое был совершен грех адама со временем в которое было совершено искупление людей на кресте рукописание это долговая расписка то есть это вот господь разодрал забрал взял на себя тот долг который человек имел перед богом удовлетворил господь на кресте правде правде правду божию как об этом постел павел пишет святитель афанасий великий говорит шестой час распят христос ибо около вечера пал адам вот такая мысль здесь содержится ну и заключительная пятая тема христос как новый адам здесь я привел тоже два примера из канона на великую субботу песнь пятая и тропарь третий и из актоеха главы 5 по вечере канона благородица песнь 1 тропарь 3 ну наверное я не буду зачитывать а просто вот привожу эти примеры чтобы показать что под именованием адама может иметься в сам господь иисус христос вот такая тоже очень интересная вещь я в заключение хотел бы еще дополнительно два примера тоже показать как адам упоминается в богослужениях двунадесятых праздников адам вообще упоминается в богослужениях очень многих двунадесятых праздников но я вот из двух праздников взял примеры из преображения господня из воздвижения честного и животворящего креста господня и вот первый пример преображения днесь христос на горе фаворстей адамова применив очерневшие естество просветив бога садела первая стихира на стиховне малый вечерня вот здесь такая тема обозначена важную очень в богословии как обожжение господом человеческой природы которое произошло через соединение во христе двух природ до человеческая природа обожилась и христос всегда имел обожженную человеческую природу ему в нем не было никогда никакого греха хотя были у креста естественные немощи он нуждался в пище алкал в питье но греха никогда не имел и вот хотя всегда христос имел обожженную природу но для людей эта природа была показана своем таком обожженном состоянии так чтобы человек это увидел именно в событие преображения господня когда господь взял на гору фавор апостолов петра и акова и ана и вот говорится что он адамова применив очерневшие естества то есть он воспринял природу первозданного человека но при этом она во христе обожена вот такой тоже интересный пример ну и праздник воздвижения стихира на славы и ныне на господи возвах великой вечерни приедите все языца благословенному древу поклонимся им же быть вечная правда праотсуба адама прельстивый древом крестом прельщается ну вот здесь вообще такая удивительная вещь мы читаем такое некое ну издевательство что ли даже над дьяволом который прельстил человека до 1 адама и еву и погубив их думал что вот никогда человек больше в рай не вернется и господь сделавшись сам человеком и искупив человека избавив людей от первородного греха вернув возможность спасения он показал насколько он сильнее дьявола просто несоизмеримо и вот такой но определенный даже юмор присутствует богослужение праотсуба адама прельстивый крестом сам прельщается вот на такой немножко веселый нося я бы хотел закончить свое выступление благодарю вас за внимание